Девушки отдыхают Законы любви не созданы, не забывай Держи меня крепче, за руку не отпускай Когда ты со мной, я так благодарна судьбе И сердце моё откроется только тебе Только тебе Только тебе Только тебе Здравствуйте, я Семён Фролов, это телепроект Дом-2 Где одинокие сердца ищут друг друга Вчера на мужском голосовании мы просили с Артуром Он пробыл на проекте неделю, но даже сам не смог для себя понять Зачем он так рвался на Дом-2 Ну а сегодня в нашем городке появилась таинственная незнакомка Которую к нам привёл Степан Менщиков Кто она и какие у Стёпы на неё виды Нам сегодня ещё только предстоит разобраться Сегодня 1194 день нашей телестройки Семён Фролов вышел в полуфинал конкурса «Кто хозяин Дома-2» вместе с Солнцем Его радость омрачает только то, что Солнце перестало с ним общаться И принимать его знаки внимания Семёна это очень расстраивает Михаил тоже время от времени ходит мрачнее тучи Несмотря на то, что они с Надеждой вместе строят планы на будущее Михаил всё время подозревает её в том, что для неё важнее проект и популярность, чем их отношения Степан Менщиков уже достаточно популярен В его жизни не хватает только любви Он устал от одиночества Вчера Стёпа уехал в ночной клуб и вернулся утром в городок вместе с неизвестной девушкой Которую встретил в клубе И если он решился привезти её сразу на телепроект Возможно, это начало его новой большой любви Нет зелёного чая? Есть чёрный? Мало ли, что ты хочешь Я тоже хочу иметь квартиру в центре Москвы двухэтажную Я имею в виду про желание, что я тоже что-то хочу У меня есть веленый чай дома А у меня нет, извини Попей чёрный пока Не любишь Я стояла долго и смотрела Там спит Нет, она проходила в таком царапанчике с косичкой Думаю, блин, ну вообще, знаешь Ну, Алёнушка вот рядом И Водонаева Когда она пришла, она тоже была такая Да, 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 похожа она на Водонаева Водонаева так прям пришла Да нет, я видела Водонаева Какая-то манера вообще у людей сравнивать Скажите, человек личный, скажите, сам похож на себя Но она похожа на неё Да где она на неё похожа? В каком месте? Ну, она, может, похожа на Алёнушку со сказки А Стёпка братец Иванушка Тоже верно, может быть Нет, Иванычка всегда в сказках красивые мальчики Белобрызые, голубоглазые Да, во всех сказках Иванычек красивые Я не про дурачков Да мы в клубе сегодня познакомились Нет, нет, я сегодня буду верующих Стебать полное по главе Не отпустишь? Нет Отсюда Ой, а что ты говорил про девочек? Нет, она на Долобного до вечера останется А там видно будет А может и останется вообще Кто знает, правильно? Сейчас же ещё девочки придут Ну вот Ой, Стёпка, Стёпка Она вообще в шоке Она не знала вообще Я говорю, я тебе сейчас сюрприз столько приготовлю Она знала, что ты с дома? Ну как Да, но она не знала, что я сюда ее привезу Я беру, мне мама ругаться будет Мне надо домой ехать Подиви, я тебя с мамой познакомлю Ну ты правда хочешь остаться? Нет Не хочешь? Вообще нет, ни при каких условиях Ну ты ему очень нравишься У тебя работа небось, да? Нет Ну да Ну ты давай, косу я тебе заплету Ну ты Стёпе нравишься Я его давно таким не видел Я серьёзно Вообще-то Рустам офигел Что я? В чём дед? В чём моя вина? А, потому что я с Наташей целью Да, 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 да Ревнует Я не могу Ты чё, с ума сошла, что ли? Ревнушка Наташка бедная ещё не понимает Где она находится Столько мужиков В окружении здесь Ну я рассказываю Значит, она говорит Отвези меня домой на Мосфильмовскую И, значит, пока ехала Она положила голову Мне на плечо и задремала Нет, ты хочешь, я пойму А я водитель говорю Как на Мосфильмовскую? Давай, да она думает Ну у меня вопрос к Маше Каким образом Она хочет разбить Нашу достаточно крепкую пару Если ты проголосуешь за Машу А не за Алену Да я перееду сразу же в женскую спальню Ты к кому ревнуешь? Я не ревную, Наташ Ревнует, ревнует Ты чё, ты одеваешься, что ли, Наташ? К ней ревновать, я тебя умоляю А чё ты оскорбляешь человека? Чё ты можешь мне дать, дурочка? Ребята, всем привет от старых штиблет Ну, точнее, от новых штиблет Да, сегодня замечательная погода И мы собрались на лобном месте Для чего, как вы думаете? Чтобы встретить новеньких девочек Совершенно верно Но сперва, перед тем, как встретить новых девочек Мы узнаем, откуда появилась у нас Вот эта замечательная, очаровательная Такая вот, стреляющая глазами девушка На самом деле, мы вчера Я же устал тут находиться Без любимой женщины И решил пройти, прошвырнуться По клубам По фешенебельным московским клубам И как только я зашел в клуб В течение пяти минут Я встретил Наташу Как будто к ней шел Вот так вот И потусовавшись по клубам Она попросила меня отвезти На Мосфильмовскую Я говорю, ну ты так Приложи головочку ко мне на плечо Поспи пока А мы пока поедем на Мосфильмовскую И так мы оказались здесь А когда приехали Я отпустил водителя, который нас привез И все, собственно А в лесу-то далеко не убежишь Все, пришлось спать идти Степ, ты ее выбрал Потому что она похожа на Водонаеву? Ну не только похожа на Водонаеву Она похожа на Анджелину Джоли Еще на Боню И на Боню похожа И на Тоню И на Поню Нет, на Джоли не похожа Нет, на Джоли не похожа Джоли похожа еще как? Она девочка, которая приняла Степа Не похожа Кумирша, малыш Кумирша Наташа сама может вообще сказать Ей это нужно Она Я пока не знаю, нужно мне это или нет Я, честно, не очень понимаю Зачем я ее сейчас здесь нахожусь Ну вот Все по тебе объяснить Мне надо поспать немножко И там видно будет А я не выспалась ужасно Ну ты вообще знаешь о проекте что-то, да? Конечно, я видела Да? Ну ты подумай Потому что здесь нужно себя проявлять Если ты решишь остаться ради Степана Продолжать с ним, так сказать Знакомиться ближе То тебе нужно будет себя как-то проявлять Ты готова к этому? Я не знаю пока Готовы или нет Да, да Да, да Да, да Да, да Степа, а ты вообще сам готов эту девушку взять? Вот, ну ты ее привез Взять? Как бы, да Слушай, что я взял Мы в ответе за тех, кого приручили Ну если я привез, значит, на проект Значит, она мне понравилась Потому что я не могу ничего, никаких гарантий Никто никогда не дает Так же, как вот с призом, извините Вот, хозяин дома Ну ладно, ты не расстраиваешься Ну а что, я уже не расстраиваюсь Я вот не могу так Порастраивался два дня и хватит В меру радуйся удачью В меру в бедствиях горюй Я потерял какой-то приз И тут мне сокровище другое привалило Это же вообще супер Что ж, друзья, посмотрим, нужна Степану наша очаровательная Наталья или нет А пока встречаем наших новых участниц Аплодисменты! Кеша? Там застрел Саш, там подушки нет? Нет Привет! Всем привет! Ну, шустрее, вот та жопка маленькая А я где-то видел тебя Да, мы учимся вместе Да? В университете культуры? Да А ты на каком курсе? Я закончила Ты закончила? А какое деление? СКД Не имеет значения Понятно, отлично Режиссеры А, ты, значит, умеешь петь и плясать А что пришла на проект? Я пришла к Геннадию Геннадию? Да Оооо! Ты говоришь не имеет значения Не имеет Геннадию В Геннадию пришел ревиссер Тебя как зовут, кстати? Алена Алена? А тебя? Маша Привет! Алена, а что ты нашла в Геннадии и что ты пришла вот на этот проект? Ну, я считаю Геннадию очень интересным человеком И я думаю, что он остановит свой выбор на мне И не будет уже метаться Я вот тебя видел раньше в университете И вот ты вот такая красивая, вот высокая, очки надела У меня такое ощущение, как будто ты немножко загораешь, нет? Нет Нет? Нет Мне кажется, тебе нужны другие мужчины Я, конечно, Геннадия очень уважаю То есть, мы с ним общаемся, но мне кажется, тебе нужен другой мужик Ну, это мой выбор Мужичок Это твой выбор Ну, ты же не знаешь, какой типаж мужчин мне нравится Мне нравится, какой Геннадий Мне кажется, твой выбор это Степан, такие мужички Нет, мне нравятся молоденькие мальчики Молоденькие? Да, они молодые Чижевский подойдет? Чижевский? Не знаю Чижевский не нравится Ну, понятно Я считаю, он очень симпатичный парень, но как личность характер не моя А в какое качество основное, которое ты нашла в Геннадии, которое тебе понравилось? Мне кажется, он верный В молодости Верный Верный Отлично А Маша? Может быть К Маше кому? Я пришла к Мише К Мише? Да Это вот к нашему Михаилу, который в паре с Надеждой, который так ее любит Ничего себе Это тот самый, которому родители яйца оторвали То есть ты пришла, чтобы взять и разрушить их отношения? Ну, я считаю, что у них отношения построены очень странно Потому что Странным образом Да, странным образом Во-первых, я знаю, с Надиной все-таки была измена Как бы нечестно строятся отношения Ну, во-первых, это не была измена, я тебе хочу сказать Потому что на тот момент мы с Михаилом расстались И я пыталась найти новую любовь И когда поняла, что кроме Миши никого не люблю И решила Ну, ты все это заучила Да, я поняла Да, ничего я не заучила Со стороны, вот я смотрю с голубого экрана, да Я вижу то, что как бы Ну, реально, она вокруг пальцев вертит Миша, ты так считаешь? Миша, ты так не считаешь? К сожалению, нет К сожалению, нет К сожалению, нет Я так не считаю Давайте задавать вопросы Начнем с Миша Да Давайте зададим нашим девушкам вопросы Ну, у меня вопрос к Маше Каким образом она хочет разбить нашу достаточно крепкую пару? Ну, если ты считаешь, что... Хорошо, на чем держатся ваши отношения? Ты считаешь, что они крепкие? На любви Да, да, да Искренней, такой, чистой Хорошо Ну, я считаю, что Если ты так любишь Надю То, возможно, я просто назначу тебе дружеское свидание с меня оставят И мы просто поговорим Ага А как ты думаешь, он пойдет с тобой на дружеское свидание? Конечно Ну, то мы об этом у него спросим Я их, как ведущие, отправлю на дружеское свидание Это я вам обещаю в конце нашего заседания, так скажем Заседания нашей кафедры Девушки, похвастайтесь, пожалуйста, какие у вас есть таланты? Мне нравится петь, я играю на гитаре, сочиняю песни, пишу прозу Считаешь, что это твои таланты? Считаю, да Угу Твой Биатлон Ты талантливый играешь в биатлон Да О, ты еще и стреляешь Это очень важно, конечно Наверное, стрельба здесь понадобится Не думаю, нежелательно, чтоб стрельба понадобилась здесь Не, ну отстреливать Гену, когда он измерил Надо будет Будешь плохо себя вести Да А ты любишь, когда вот холодно И когда прикладом бьет по жопе И вот, собственно говоря, сохнет во рту Да, я из Ханты-Мансийска А, ну, понятно Алена, скажи, пожалуйста, ты для того, чтобы сюда прийти, ты обдумывала свой наряд, да? Да, конечно Вот почему ты на черном останавливаешься? А, это мой любимый цвет Ты хотела Гене понравиться? Конечно Конечно А кто ты по знаку? Дева Ты ему понравилась Девчонки, если у вас не получится отношение, допустим, у тебя со мной, у тебя с Мишей Ваши дальнейшие действия? Я хотела бы все равно здесь остаться То есть Миша – это просто загвоздка, чтоб попасть сюда Почему загвоздка? Миша – это человек, который мне нравится, поэтому к нему пришла Ты можешь за него бороться как-то? Я пришла на проект, я пришла на проект к Мише Не, не обязательно А я сначала хочу с тобой пообщаться, прежде чем ответить на этот вопрос Потому что, мне кажется, в жизни и на телевидении ты разный А можно вопрос? Конечно Мне просто интересно, сколько вам лет? Двадцать один Двадцать один Двадцать три Спасибо Приступаем И можно еще один вопрос, Стема? Стема, можно еще один вопрос? Степан, ну, заяви, что они будут состязаться сегодня не только с друг с другом, да? Да Но и с вашей девушкой, Степан, то есть с Натальей То есть у нас, получается, пришло три Три девчонки, да Из которых мы будем выбирать, так получается? Да, правильно Так как у нас ушла Оля Моцак, мы можем оставить двоих девушек Будем оставлять двоих, и с троих оставим двоих А теперь, так как я пообещал, я сдерживаю слово и Маша с Мишей встречаются за воротами Миша! Что ж, Надя? На время Возможно, это прощальный поцелуй Скорее на время Пока Миша, пока Давайте, удачи, ребята Пока Такая девочка Пока Миша, я тебя И мы счастливы Что видишь? Что? Слушаю Ну, ты реально доволен, что у тебя происходит? Я? Реально доволен, да Ну, то, что она тебе как бы изменила на всю страну Ну, так, ты ж не знаешь, чего делал я, начнем с этим Ну, начнем с того, что мне кажется, ты врешь Что врешь? То, что ты не изменял на ней Да, вру То есть, ты изменила, Дина, изменила тебе и ваше отношение Ставится на землю Да, стали гармоничнее после этого То есть, тебе не нравится? Мне То, что вот Чуев будет приезжать опять вот эти терки там с Чуевом Ты будешь вот стоять, смотреть, как она с Горием, как она к нему, прямо скажем, неровно дышит Она к Чуеву неровно дышит? Ну, ей нравится Чуев А если не нравится Чуев, ей может понравиться другой мужчина Ну, и что? Мне тоже нравятся другие женщины А, то есть, у вас свободные отношения? Да Почти Почти свободные Да Хотел бы тебе сразу сказать, что ты нашу пару не разобьешь К сожалению Извините Я не собралась ее разбивать, просто я реально приехала к тебе Кого? Девочку? Алену? Нет А что ты так понравилась очень? Прям понравилась Прям понравилась? Да Прям очень А мужики на себя не нравятся Конечно, потому что вторая пришла к ее, Мише Солнце Значит, понравилась кто другу? Солнышко Ну, я тебе серьезно, вот если субъективно смотреть, кто бы тебе понравился? Субъективно, конечно, та, которая пришла бы не к моему мужику Солнышко 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 Эх Правда тебе, говорю, мне так понравилось? Угу Я же думала, что ты поймешь, что происходит Нет, ты не думай, что я там не понимаю Что-то или недопонимаю Я как бы, как это сказать правильно По каместя я еще выжидаю Может, еще не тот момент... И ты не та девушка, за которой я бы там из-за которой я бы разбивал пару с Надей, вот так вот, расставался с Надей, вот так вот. Ну, твоя позиция непонятна. Ну, для чего мы все равно с тобой будем общаться? Общаться я вообще со всеми общаюсь, я очень общительный человек. Ну, наконец-то. Что? Ну, ты пришла, молодец. Очень даже хорошая, интересная девочка, Надя. Чего ты так против сразу, категорично настроена? А все начинается с дружеского свидания, потом очень даже хорошая, интересная девочка и так далее. И так далее, да-да-да. Надя, суп довари. Я не буду суп доваривать, потому что я в комнате убираюсь. Чего, не слышал меня? Ты будешь доваривать суп. Я тебе сказала, что я в комнате убираюсь. Что, ты не видишь, что ли, или что? Я вещи наши собираюсь сюда перевозить. И что, и ты доваришь еще суп. Я пойду на дружеское свидание. Машек своей. Строи с ней пару, я за вас буду рада. Хорошо. А ты с кем будешь строить пару? Чтоб мы за тебя были рады. Надя. А, уже мы, да? Да. Замечательно. Слушай, а может мне комнату не готовить? Может мне уже в женскую спальню переезжать? Можешь и переезжать. Кто ж тебя держит-то? А, да. Кто тебе еще здесь нравится? Кто интересен? Интересен? Угу. Ну, как мужчина, кого ты рассматриваешь. А, как мужчина? Да. Ну, и Степку увидела. Нет, Степка мне не интересен. Прямо так мне интересен, Степка. Ну, не знаю, мне не нравятся наглые мужчины. Ну, я наглый. Просто я это со временем, как говорится, наглеть нахит. Ну, я тоже наглая, тоже наглею со временем. В чем вы как-то наглая? Ну, я никогда в жизни не буду молчать, если меня что-то не устраивает. Ну, это не наглость. Нет, это не наглость, да, это правда. Это не наглость? Значит, я не наглая, скромная, хорошая девушка. Кошмар. Это так смешно смотрится. Ну, видишь, даже вопрос, который тебе задали, а вообще, что, он же молодой, это все. Конечно, вот, не на молоденькую. В основном, я знаю, девушек тянет на любви, только наше. Во-первых, ты не выглядишь. Во-вторых, два года разница, это разница? Или сколько, не знаю, сколько у нас разница, но для меня это не имеет значения. Вот, Миша, я тебе просто скажу так, прям, между прочим, если ты проголосуешь за Машу, а не за Алену, то я перееду сразу же в женскую спальню, без разговора. А как же насчет того, что ты собираешься за мной уходить? То есть ты никуда не уйдешь за мной? Миша, я тебе сказала вот так вот, если ты проголосуешь за Машу, то я уеду в женскую спальню, и все. Никакого вопроса больше не надо, ты все прекрасно и сам знаешь. Зачем мне вопросы задавать? То бишь, я ухожу, а ты остаешься. Миша, я тебе еще раз говорю. То бишь, я ухожу, а ты остаешься. Миша, мы с тобой уже разговаривали на эту тему 150 раз, и ты знаешь. Что знаешь? Ты знаешь, что я тебе сговорила на эту тему, не надо меня на эту тему спрашивать. Еще раз скажи, я сказала, то, что вот я тебе сказала, я имею это в виду. Ты не беги, подожди, стой, да, я тебя провожу, хоть нормально бежишь. Как эта самая, как истеричка. Ксюша, я еще раз попрошу, я ему не изменяла. Да, ты ему не изменяла, ты просто в этот момент любила Чуева, мы это поняли. Я тебе еще раз говорю, я с ним рассталась. И встретила Чуева, вот я и говорю. Да, я рассталась с Мишей, встретила Чуева. А потом рассталась с Чуевым и встретила Мишу. Ты вообще верная девушка? Очень. Очень? Да. Почему до сих пор у тебя не сложились никакие отношения? Я встречалась очень долгое время с молодым человеком. То есть я поняла, что это не то, просто уже отношения были, знаешь, какие. Тупик зашли. Или женимся, да. Или женимся. Да, то есть мы еще немного встречаемся. Или расстаемся. То есть ты не готова еще к семейной жизни? Нет. Ну знаешь? Но с этим человеком я не была готова. А-а-а. Смешно. Почему? Не знаю. Да. Да тебе нравится? Что? Ну вот, энергия вот эта. Как ненатуральный, честно говоря. Почему? Не знаю. Почему же натуральный будет цветоват? Горёшка. Что? Горёшка. Горёшка. Горёшка? Угу. Значит, горячая? Ну и что? Значит, вонючая. Горёшка. 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 Ну и что? Ну и что? Ну и что, дорогая. Ну и что, дорогая. Ты встретилась с папой? Да. Да, хорошо. Как можно встретиться с человеком, который тебя любит, которого любишь ты? У меня до этого не было девушек. Надя моя первая. Вон она бежит, кстати. Надя моя первая девушка. У меня до этого были только любовницы, с которыми... В твое время. А, да, проводил время. Ни с кем не жил, не встречался. И мне это нафиг не надо. Она тоже с твоего города? Конечно, с Владислава. Только, да, мы познакомились. Сейчас я поем здесь, пока надо будет. А, конечно, конечно. Пока располагайся, пойду я встречу. Чтоб она сильно уж не расстроилась, а то ей сегодня не предстоит расстроиться, потому что я тебя буду оставлять. Ой. Жесть. Миша! Миша, смотри, такой довольный идет. Я оторвался от столь увлекательной беседы, чтобы встретить мою любимую. Мишка, а тебе мне вот больше нравится без бороды. Да? По чесноку. А вот она говорит, что зачем ты сбрил бороду? Зачем? Не-не-не, у тебя лицо сразу стало вот, ну, как бы. Вот такое. Ну, можно заказывать? Да нет, но у тебя было какое-то такое. Как у наркомана. Ага. А я показывал новой участнице Маши наш дом. А ты знаешь, я уже устала от этого. От чего? От тебя уже устала просто. Вот нафига ты пришел ко мне и сказал, а вот я показывал нашей новой участнице наш дом. И знаешь, что я тебе хочу сказать, Михаил? Что? Ты заинтересован больше своей персоной, понимаешь? Ну, да. Это у меня мечта стать фотомоделью, и я здесь поддерживаю сам тебя. Это точно, Надя. Раздражает твой смех. Да что поделаешь? Ты такая раздражительная у меня. Ну, что ругаетесь вообще, что ли, обалдели? Да кто ругаетесь? Ты вообще видишь, чтоб я ругался? Наташа. Так вот, Надь, ты чего? Мне все хорошо. Зоя, ты чего? Да ничего, Наташа. Ты к кому ревнуешься? Я не ревную, Наташа. Ревнует. Ты что, издеваешься, что ли, Наташа? К ней ревновать, я тебя умоляю. А че ты оскорбляешь человека? Человек хороший, сделала стрижки. А я ее оскорбила? А как я ее оскорбила? Ну, не знаю. Миша, а как я ее оскорбила, скажи мне? Семейные разборки. Как я ее оскорбила? А че ты бузишь то? А скажи мне, как я ее оскорбила? А че ты бузишь то? Мне неприятно твое отношение, а не ее, понимаешь? На нее мне вообще по барабалу. Да подожди, стой, какое у меня отношение-то? Надя, да что за дела? Ты заколебала, уходи. Да отвали от меня. Иди. Вот это твое вот... А вот я пока... Оторвали меня от занимательной беседы, понимаешь? Да дергай, дергай, Надя. Ну что ж, к нам сегодня пришли три новые девочки. А кто останется, мы узнаем сегодня на ловном месте. А пока мы встречаем Ксения Собчак и Семен Фролов. Вот он наш спортсмен. Выдыхай, Бобилов, выдыхай! Главное, на меня не выдыхай. Выдыхай, выдыхай. Мокрый юноша. Семен, осторожно. Ой, кошмар. Вот так вот Ксению сместили с места ведущей хитростью. Сейчас мы вытираем ухо для этого. Семен, почему мы вот не на ловном месте, а здесь? Почему мы здесь? Просто сегодня у меня такой знаменательный день. Сегодня ровно два месяца, как я на проекте. Вот, поэтому... И поэтому для всех... Я еще раз прыгнул. Для всех... Не, я прыгать не буду. Я подарю всем по цветку. Каждому по морозенному. Держи. Пожалуйста. В честь этого праздника. Ага. И, конечно... Так, цветы, поднялся. Да, всем, всем, всем. Разбирайте. Разбирайте. Ксюшечка. Тоже. Ага. Слушай, сегодня так это... Было без тебя стремно вести, я так размаловался. Да? Да, что ты мой учитель, а без твоей поддержки сегодня прям... Ну, все удалось? Ну, я дотерпел, да. Додержался. Ну, расскажи мне в двух словах про одну девочку и про вторую. Давай. И третью. Вообще у нас три девочки сегодня. Да? Одна девочка, это Наталья, которая случайно сегодня попала на проект. Давайте из берега пошироко пооткрывать и попихать туда мороженку. Вот давайте об этой девушке и поговорим. Это такой клон Алены Водонаевой, я смотрю. Алена Водонаева для бедных. Продолжение. Степан, вкусы у вас устойчивы, это хорошо. На самом деле я хочу устроить с ней серьезные отношения. Серьезные? Да, то, что я привел, мы вчера, ты не знаешь, я познакомились, я вчера выезжал в клуб ночью и познакомился с ней. Да ты каждый вечер с кем-то знакомишься, Степан. Не важно, не всех я, ни одной девочки не приводил на периметр, познакомившись. А что тебя заставило именно эту девушку привезти? Какие качества вот так тебя покорили? Я сам не знаю. Я чувствую. Может, ты ее не помнишь, проснулся, баба рядом утром. А мы дело в том, что спать не уложили. Все было проще. Она попросила его отвезти куда, Степан? На Мосфильмск. А Степану было проще поехать сюда. И поэтому, да, он говорит, сейчас я тебе привезу. И поэтому... Чтобы не тратить деньги, он решил привезти сюда. Он сэкономил, да, и заодно сделал что-то оригинальное. Я думаю, что Наталья это оценила очень. Ну, Асталья, ну а вас все что в Степане привлекло? Понятно, что он звезда. Понятно. Нравится энергия он, наверное, внутренне. Внешне не очень нравится. Не очень. Как по Дунаеву с Бонни всегда говорили. Ну, а ты бы хотела здесь остаться? В принципе, да. Думаю, хотела бы остаться. Ну, ради Степана или ради проекта все? Ради Степана. Дело в том, что мы сегодня с Наташей... Я подограла с ним в клубе. Ну, привлекли. Не, ну давай, ты говори. А сегодня мы разговаривали с Наташей целый день и приняли решение, что завтра мы уезжаем, у меня не будет 10 дней, а вот через две недели Наташа придет нам на лобное место. На правах участницы. На правах участницы, да. То есть сегодня у нас было первое знакомство с будущей девушкой Степаном Меншиковым. Правильно мы понимаем? Да. Ура, друзья! Степан, наконец-таки... Ура, 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 ура! Ну, ничего, будем выбирать. Ну, что, девчонки, скажите что-нибудь. Вы хоть и заняты мороженым? Успели... Что успели сделать за день? О успехах своих расскажите, пожалуйста. Мы целый день провели с Геной. Удачно, продуктивно? Да. Да? Угу. Ну, и чего, какие перспективы? Уже наметили что-то, какие-то планы там, свидания? Мы чуть-чуть слышим. Угу, и погромче. Ну, и чего? Какие перспективы с этим беспонтовым мужиком Геннадия? Обрастающий уже. Ну, какие с ним могут быть перспективы, девчонки? Ну, это раздолбает такой. Ну, посмотрите на него. У него один секс на уме. Куда с ним? Какие отношения? И потом вообще, вы ему не подходите. Вы вот высокая, красивая, ухоженная. А он грязь любит. Таких, знаешь, вот таких. С грязными ногтями. Прыщавые, с грязными ногтями. Такие большие, толстые женщины. Женщины, понимаешь? Ты явно не в него... Он изменится. Нет, ты ухоженная, красивая девушка. Он любит, понимаешь? А я свин. Грязный. Не, ну, я понимаю, еще был бы богатый. А так, понимаешь, лох-лохом. Зачем тебе непорядок? Не, ну, мы так с учетом разговаривали. Хорошо, ну, а вы? Вы-то что молчите, все, мороженое едите? Я пришла к Мишу. К Мише? Да. Это еще хуже, чем Гена. Лучше бы вы к Гене привыкли, еще не отчетно могу сказать. Они даже сегодня сходили на свидание. Ну, какой Миша-то вам? Ну, объясните мне. Он вообще, у него баба есть у Миши уже. Он стоит и справиться не может. На руках ее носит, понимаете? Городу сбрил. А, кстати, Надя сегодня очень расстроилась, да, когда ушли Миша с Марией за ворот. Сема. Не, ну, правда, вот, девушка, скажите, зачем вам парень, вот этот Михаил, Маша, который рогоносец? Ему Надя уже наставила рога с Чуевым. Вот зачем он? Ксюша, я не поняла, в смысле я ему наставила рога с Чуевым? Я, между прочим, с Мишей рассталась. Ну, просто изменила, ну, Надя. Я, между прочим, Миша не изменяла, потому что я с ним рассталась. А почему ты тогда головой обанную билась? Потому что я люблю его. Ну, а что же я люблю его с Чуевым? Ксюша, еще раз я тебе говорю, что я с Мишей рассталась. Я его тогда не любила. Я хотела... А потом полюбила опять. Нет, я подумала, что я найду себе человека, которого полюблю. Ксюша, мир моя мать. Подожди, Ксюша, послушай меня. Когда попыталась построить отношения с Андреем, то поняла, что люблю Мишу. И мы с ним начали встречаться. Так что не надо говорить, что я наставила рога Миши. Есть такой замечательный писатель Марк Твен. Он всю жизнь очень много курил. По две-три пачки сигарет в день. И когда его спросили, как вы считаете, сложно ли бросить курить, он ответил, вы знаете, нет ничего проще. Я вот каждый раз после сигареты каждый раз бросаю курить. В день бросаю курить раз 40-50. Вот так и ты, понимаешь? Я его разлюбила, так сказать, с Чуевым полюбила друг друга, потом опять, понимаешь, полюбила Мишайку. Так, знаешь, можно говорить, что завтра ты с кем-то, извини меня, знаешь, подмахнёшь где-нибудь тут за баней, потом скажешь, ну я тогда разлюбила в этот момент, я Мишу разлюбила. А вечером пришла в дом большой и опять полюбила Мишаньку. Слушай, а ты что-нибудь говоришь, что Миша мне тоже изменял или нет? Душа, может, вы... Нет, это неправда. Этого мы не знаем. Нет, это неправда. Ты сейчас скажи мне еще раз, это правда или нет, скажи мне. Это неправда? Ты посмотри на меня, а кого я могу вообще с кем, кто на меня поведется? Ну вот, вот Маша повелась, например. Мальчик, страшнее тебя только я. Вот, видите? Ну чего, нужен тебе вот этот наш? Да, мне нужен Миша, если мы с ним пообщалась, очень прекрасно. Ты ему будешь тоже изменять, как на деле не будешь? Я не буду. Ксюша, я еще раз попрошу, я ему не изменяла. Ну, собственно говоря, да, ты ему не изменяла, ты просто в этот момент любила Чуева. Мы это поняли. Я тебе еще раз говорю, я с ним рассталась. И встретила Чуева, вот я и говорю. Да, я рассталась с Мишей и встретила Чуева. А потом рассталась с Чуевым и встретила Мишу. А потом поняла, что люблю Мишу и позвонила ему и попросила, чтобы он приехал. Ну, кого он встретит, Надя? На следующей неделе мы узнаем. А сейчас обе девушки у нас яркие. Одна хочет неяркого Мишу, рогоносца, а вторая хочет строить отношения с Ложком Геннадием. Кто из них в большем проигрыше мы еще узнаем. Но пока они остаются обе. А мы увидимся с вами сразу после рекламы. Ну, не надо. Не, не, не. Ну, ребята. Ну, Степ, ну, хватит. Ну, не надо. Ну, нет. Качаем, Степ. Все, наканчиваем. Не, подождите. Итак, недалеко кинем, она близко. Уходи, пожалуйста. Давай, давай. Давай, давай. Солнышко, попрощайся с ним. Ну, ребята. Стоп, я езжал. Да! Стоп, я езжал. Становись, бедолажка ты надо. Давай, рви, тупорылое создание. Ой, кошмар. Тупорылое, да? Да, тупорылое, да. Я тупорылась на здание. Надь, что ты переезжаешь, нет? Ой, кошмар какой. Меня раздражает твой смех. Нам нечего, ты знаешь, что мне это до одного места найдешь. Что тебя там раздражает? Извини. Ты сама себя раздражать должна. Кабанчик отпоется, вернется. Все, да, потому что неделя, гастроли, все дела. Телефоны есть? Да, телефон есть. Ты там? Да. Давай. Пока. До встречи. Зайка, ты как? Нормально. Наташа, она подлеточку выделила. Ей замечательно стало. Заткнись лучше. Что ты доводишь ее? Я так хочу. Да я не буду жалеть. Давай, зайка. Наташа, ты мне не нужен. Да я не нужен тебе, я знаю. Пока, Надюш. Туда-туда. Вот туда-туда. Вот туда-туда. Угу. Надя, микрофон, чтоб тебя снимали. Чтоб тебя снимали. Надя, слушай, это так замечательно. Я дать таблетку выпила, которую Наташа мне когда-то давала. Ой, так замечательно. Ты мне как полюси больно ударила. Еще ударь, пожалуйста. Я таблетку выпила, я тебе говорю, которую мне Наташа дала. Поэтому я себя так нормально чувствую. Ммм. Тварина. Ну что ж ты? Че ж ты? Че такое? Да ничего. Ничего. Да ничего. Все хорошо. Че такое хочешь сделать? Все хорошо. Я ничего не хочу сделать. Ничего не хочешь сделать? Да, да, иди сюда. Иди сюда. Да, да. Я хочу тебе отомстить за то, что ты мне сейчас разбила лицо. Как же ты не хочешь отомстить? Как? Да. Спасибо тебе. Спасибо. Вот, вещи убери свои. Три-три-три-три-три. Сука, только и мстить можешь. Я хочу тебе отомстить. Хочу тебе отомстить. Че трогать меня вообще? Сам виноват. Че ты делаешь? Хочу и делаю. Хочу и делаю. Хочу и делаю. Давай… Давай… Что , давай? Сейчас. Подожди. Dubai, щас, как тебе дам. Давай. Щас тебе дам. Да щас. Можешь ты мне дар, дурочка? Чй ты мне можешь дать, дурочка? Да, да, давай рви. Тупорылое создание. Ой, кошмар. Чего ты? Тупорылое, да? Да, тупорылое, да. Тупорылое создание, которое заслуживает. Сама узнаешь скоро чего. Скотина ты. Ты скотина. Да, ты скотина. Чего ты боишься, дурочка? Скотина ты. Я тебя ненавижу. Правильно делаешь. Это еще не все. То, что ты увидишь. А это еще не все. За то, что ты сделала, ты заслуживаешь гораздо большего, младенька. Сука, ты меня никогда не любил. Вообще никогда! Вообще! Так интересно, да? Миха тут совсем недавно уже к Михе пришла. Прикольно. Ну, не пришла, конечно. Ну, почему? Может, он ей, правда, понравился. Он ничего, пацан. Он смотрится неплохо. Жили у бабушки серые гости. Ты что, весь покоцаный, что ли? Да. Только сейчас на самом деле. Если раньше все это было так, то сейчас это было уже серьезно. Даже он на тихой губу разбил. А? Да, Михаил. Серьезная у тебя баба. Тебе была бы опекенная история. Пожидали за Мишей. Забудь про все, что ты сказал, Степа. Ты все что же? Да в смысле? Что Степа? Степа, нет, я ему симпатизирую по-любому. Но тут очень много интересных молодых людей, понимаешь? В принципе. Например? Ну, и что я тебе буду видеть сейчас, например? Ты все время как-то ты юлишь. Ты должна определиться. Я же Юля молодая. А? Да. Ой. Ну и что, ты думаешь, бороться за Миш? Ну, да, я буду с него общаться по мере возможности. А будешь его приглашать на свидание? Я еще завтра с ним поговорю просто. Есть ли у тебя шансы, да? Нет, есть ли у меня шансы? Ты чувствуешь, что у тебя есть шанс? Я чувствую, что он догораживается от меня. Тебе интересно с ним? Ты не разочаровалась? Нет. Но он тебе говорил о том, что он любит свою девушку. Он говорит, ты нашу пару не разобьешь. А ты что-то сказала? У меня влюбление покажет. Посмотрим, короче. А ты знаешь, что следующее голосование женское? Да, да. Как будет, таки будет. Ну, по крайней мере, с Мари, твоим приходом они ссорятся. Да? Так что? Когда мне сделать тебе неприятно и больно? Чего ты заслуживаешь по заслугам? Чего ты добивалась? Сделай, пожалуйста, в ближайшее время. В ближайшее время? Угу. Хорошо. Любовь моя. Хорошо. Ты это заслуживала. Так и не крути. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...